Сегодня можно с уверенностью сказать, что Люберцы территория спорта. Ведь привлечь жителей к здоровому образу жизни помогают молодые спортсмены в рамках программы «Спорт в каждый двор». В этот раз проект посетил микрорайон «Самолет», вступила в ряды начинающих спортсменов и наш корреспондент Мария Кузьмичева. Сегодня мы пришли к вам во двор со своим проектом «Спорт в каждый двор». На протяжении уже двух лет мы проводим такие спортивные акции в каждом дворе нашего городского округа. И в этом нам помогают наши спортивные федерации, которые здесь представляют свой вид спорта. Молодые спортсмены из федерации самбо, карате и танцев, а также девочки из чирлидинга и клуб по мини-футболу «Спартак» показали мастер-класс всем присутствующим. Особо впечатлило маленьких зрителей силовой шоу «Русский характер». За считанные секунды русские богатыри скрутили совковую лопату, согнули большой строительный болт и надули грелку. Мне очень приятно каждый раз участвовать в таких мероприятиях, когда простой народ выходит на улицу, да, им показываешь, а именно мотивируешь. Более 500 человек пришли попробовать свои силы в настольном теннисе, шахматах и борьбе. Семья Микловда считает себя спортивной семьей. В юношеские годы Татьяна и Сергей серьезно занимались спортом. Вот и двух своих дочерей, Зину и Паулину, сейчас приобщают к гимнастике. Но на это молодые родители не собираются останавливаться. А подросток подойдем на гимнастику обязательно, на Высино, там школа Олимпийского резерва, собираемся куда отдать. За два года более 5000 человек приняли участие в программе «Спорт в каждый двор». Многие из жителей были записаны в разные секции городского округа Люберцы. Это мероприятие ежемесячно набирает обороты. Приобщиться к спорту может каждый и в любом возрасте. Так что занимайтесь спортом и будьте здоровы. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова